Важно, что наконец состоялась полноформатная встреча, позволяющая поговорить напрямую. И она была в целом успешной, привела к полезным договорённостям. Посмотрим, конечно, как будут дальше развиваться события, как будут они развиваться. Тем более, что определённые силы в Америке пытаются принизить, дезавуировать результаты встречи в Хельсинки. Мы видим, что в Соединённых Штатах есть силы, которые с лёгкостью готовы принести в жертву российско-американские отношения. В жертву своим амбициям в ходе внутриполитической борьбы. Готовы жертвовать интересами своих союзников, как в Европе, так и на Ближнем Востоке. В частности, например, имею в виду интересы государства Израиля. Ведь мы говорили в том числе и об обеспечении безопасности на Голланах в ходе операции в Сирии. Судя по всему, это никого не интересует. Готовы жертвовать вопросами обеспечения своей собственной безопасности. Обращаю ваше внимание на то, что в 2021 году заканчивает действие договора СНВ-3. Так, по большому счёту, мы могли бы жить и без него, даже ещё несколько лет назад. Но всё-таки сделали правильный шаг, пошли на заключение этого соглашения. И если сегодня, прямо сейчас, не будет начата работа по его продлению, пролонгации, то через полтора года он просто закончится. Его не будет. Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развертывании в российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит. На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту Альянса, следовало подумать о возможных последствиях такой безответственной политики.